Шутки. Вот когда говорят, можно шутки, и даже если ты посмотрел КВН, только что выиграл где-то что-то, там, Comedy Club, шутки не зайдет. Потому что... Мне нельзя такие слова, тут на камеру сейчас записывается. Вам надо больше, когда клапан подходит, а на интернет вещей. Да, или роботы. Ди-бопс. Ди-бопс не канает. Кислого? Бирюзовый, ди-бопс, кислого. А, нехорошее. Так, ну что, на кого мне ориентироваться по старту? 15 минут. А, все, поехали. Итак, 2018 год. Сказки эволюционировали. Из счетов и калькуляторов они превратились в мощные, сложные системы. Они стали сложнее, сильнее и умнее. Они окружают нас повсюду, и нам уже не справятся к их помощи. Мы можем только пытаться не держать их мощь. Итак, меня зовут Сталин, а это Дима. И сегодня мы откроем вам глаза на то, как именно работают кассы в вашем любимом магазине. И на то, что приходится делать, чтобы держать их работу под контролем. Мы приехали из города Екатеринбурга. Мы ластеровщики команды «Контермаркет». И наша команда помогает малому бизнесу, соблюдать все училивающееся и требования законодательства, настраивает там и ручет на нужные латы и даже немного зарабатывает. Итак, о чем мы расскажем вам сегодня? Для начала мы подрузим вас в удивительный мир русского кассового лпо и расскажем, как мы там оказались. Затем расскажем о том, что и как тестируем мы. После этого расскажем о трудностях, с которыми мы сталкивались, и о базах, которые случайно запускались. Итак, передаю славу и кликер Диме. Итак, как мы вляпались во все это дело? Помните, в древности люди представляли, что их мир находится на трех слонах. Но Коперник, Галилео, Галилей перевернули представление об этом, а вот мир кассового лпо долгое время никто не собирался переворачивать. И тремя слонами, на которых держалась кассовая лпо в России, были три компании – Атол, Штрих, М и Дримкасс. Эти компании производят и софт, и железо, и в любом магазине можно встретить что-то от этих компаний. Мы посмотрели на интерфейс кассы, и она показалась нам вообще недружелюбной. Сделали продажу, и нам это не понравилось. Мы решили, что мы сделаем свою кассу, которая будет лучше, понятнее и доступнее для кассира. И вот, что у нас получилось за полтора года. Над кассой мы работаем денно-ношно и супер-мощно, и через полтора года или какое-то время она стоит настолько идеальной, что даже Стив Джобс бы облезал кнопочки. Но с чего все начиналось? Контур – это довольно большая компания, у нас около тысячи разработчиков, и мы пилим веб-сервисы. А вот с железом мы как-то долгое время не имели никакого дела, но пришлось учиться. У нас появилась первая касса, в которую мы подтянули первые периферийные устройства – это сканер и принтер чеков. В мире кассового ПО это называется фискальные регистраторы, или ФР. Спустя полтора года мы расширили линейку наших периферийных устройств, и вот уже на слайде это то, что мы поддерживаем. Это не все устройства, а только по одному представителю вида. Терминалы оплаты, весы, принтер чеков, принтер этикеток. Наша касса поддерживает и Android, и Windows. Об этом мы поговорим дальше. А сейчас я вам коротко продемонстрирую покупку в магазине. Вы, наверное, с этим неоднократно сталкивались. Когда набираете продуктовую корзину, подходите на кассу, кассир вам все отбивает, как звучно. Мы берем, сканируем каждую позицию. На самом деле у меня тут уже много подведено в саму эту кассу. Нажимаем на кнопочку, выбираем средства оплаты, оплачиваем и она печатает чек. Настоящий чек. Если вы хотите потыкаться, попользоваться, вы можете подойти к нам после доклада. Мы вам все покажем, все научим и все об этом расскажем. Вот чек мы получили. И на этом наши товарно-денежные отношения с кассиром закончены. Но на самом деле не все так-то просто. Помимо вот этого стандартной операции с получением чека, происходит товаробмен с сервисом, в котором собирается и агрегируется информация о всех продажах. Если в чеке был алкоголь, то касса отправляет этот чек в специальный орган, который называется ЕГИС. В нашем государстве ЕГИС регулирует продажу алкоголя. И с июля 2017 года все чеки и данные в них должны отправляться в налоговый орган через специального посредника, который называется ОФД, оператор фискальных данных. Обо всех этих связях и о том, как это работает, мы поговорим в дальнейшем. Если вы посмотрите на чек, возможно, вы его уже видели, есть QR-код. Если этот QR-код считать телефоном, то можно попасть на сайт какого-нибудь оператора фискальных данных и увидеть чек. Примерно за 5 секунд государство узнает о том, что мы купили пельмешки с мазиком в каком-то определенном магазине. Если вы думаете, что пользуетесь Тором и Телеграмом вас не отследить, ну, вас можно отследить, потому что вы покупаете, где вы кушаете, особенно когда вы расплачиваетесь картой. Там моментальная идентификация пользователя. Мы представляли тестирование кассы примерно как-то так. До этого мы тестировали только веб, а с железом дела никакого не имели. Но в реальности все оказалось гораздо сложнее. Что же мы тестируем? Мы тестируем сам кассовый софт, который находится на устройствах. Мы тестируем все связи, о которых я вам рассказывал. И мы тестируем периферийное железо. По поводу софта. Помимо функционального тестирования, где мы отлавливаем какие-то различные баги, мы занимаемся и огромное внимание уделяем юзабилити тестированию, потому что кассиры – это часто люди со специфическим образованием, и касса должна для них быть понятной. Все кнопки должны быть максимально близко расположены, действия должны быть оптимальны, потому что кассир выполняет за день сто или тысячу разных операций, но они все однотипные. И мы следим за тем, чтобы кнопки были для кассиров удобно расположены. Касса идет на винду от XP и до десятки. Все мы это поддерживаем. Новые фичи мы проверяем на десятки, потому что большинство пользователей сидит на десятки. А регресс гоняем на остальных видов в версиях Windows. Также мы поставляем готовые уже кассы под ключ, чтобы клиент пришел в свой магазин, достал из коробки кассу и уже начал сразу резко торговать. И вот на этих устройствах, об этом тоже поговорим позже, мы проверяем, как работает наша касса, не подвисает ли она, как быстро можно развернуть ее, не съедает ли лишней оперативной памяти. В целом нам хватает стандартного инструмента, который есть в винде. Это диспетчере задачи. Мы смотрим, как память отъедает и как загружен процессор. Что мы еще тестируем? Мы тестируем обновление. Windows версию можно скачать из самой кассы и со специального сервиса, который контур написал. Мы проверяем, как касса обновляется у пользователей, сталкиваются ли они с какими-то проблемами при открытии, закрытии смены и обновлении. Ну и сейчас я расскажу о том, какие специфические кейсы мы проверяем на железе. Вот на слайдах представлены представители касс, которые мы поставляем под ключ. Выделенный образец, у него есть USB-хаб. И вот у нас стояла реальная задача проверить, как работают все входы и выходы данного устройства, чтобы подключить к него периферические какие-то штуки. Например, принтеры, весы, сканеры. Нужно было проверить, хватит ли силы тока на USB-выходе для того, чтобы поддерживать все вот эти устройства. Оказалось, хватает, и USB-хаб вывозит. Все кассы снабжены антенной, и внутри в них есть Wi-Fi-модуль. Мы проверяем, как работает Wi-Fi на кассе. Иногда нас можно встретить вот так вот, ходящими от лифта к шкафам темным, свинцовым стенам. Смотрим, действительно ли касса отправляет какие-то пакеты, даже тогда, когда связь недостаточно хороша. В кассе встроена батарея. И проверяем, как работает эта батарея, ее длительность, в различных температурных условиях. Например, имитировали жаркий душный магазин, оборачивая кассу одеялом, и смотрели, через какое время она перегреется и выключится. Ну и последнее. Вы уже видели, а может быть еще не видели, вот устройство. Мы называем его «рыжик». В него встроен считыватель штрих-кодов. И мы проверяем, как работает этот считыватель штрих-кодов в разном освещении. В теплом, холодном и в подъезде. Вот представляете, пришел сотрудник службы доставки и принес вам пиццаечку. И нужно, чтобы он смог ее отсканировать, и вы ему заплатили денег, иначе он уйдет неслонно хлебавшим. Вот. А сейчас Таня расскажет поподробнее о том, что происходит у нас в интеграции с товароучетной системой. Итак, интеграция с бухгалтером – это довольно важный действие в нашем тестировании касты. На первый взгляд, все выглядит довольно просто. В бухгалтере хранятся данные о товаре, такие как название, цена и многие другие характеристики. По действию пользователя, они передаются на касту. В касту в обратном направлении передаются данные, а человек это смело. Но на самом деле все немного сложнее. Передача данных осложняется двумя серверами. Сервером история, который хранит в себе данные о последней версии переданных товаров на касту. И тервером минус, который хранит в себе вообще всю информацию о касте. Чтобы в случае поломки железки, на которой стоит кастовое было, пользователь не потерял свои данные, просто взял новую, поставил туда касту и продолжил работать. Связь между серверами и бекописом у нас покрыта автотестами. И мы не цитируем ее постоянно вручную. О том, чтобы покрыта автотестами связь между кастой и сервером, мы пока только мечтаем. Ну и залагиваем до внутренних театров. Вообще каста для полноценной работы должна быть интегрирована с довольно большим полом внешних устройств. Одно из обязательных – это принтер чеков. Как уже говорил Лила, принтер чеков не только печатает чек, но и передает данные о нем оператору фискальных данных. В нашем зоопарке около 15 моделей принтеров чеков, но и 5 моделей от трех производителей. Каждый из них уникален, как снежинка, и по-разному выполняет разные операции. Например, принтеры чеков могут по-разному считать в ДС. Так мы однажды обнаружили, что один из тех, всех трех самых крупнейших производителей КАСО в России неверно решает задачу для пятого класса на процессы и убедили его, исправив ошибки прошлого. Теперь это считается верно. Разные принтеры чеков могут печатать или не печатать в чеке информацию о скидке и подарочных фразах. Они могут передавать одни и неожиданные статусы в разные поля определенных ВФД. Они могут печатать или не печатать логотипы магазина в приветственные слова и в благодарности за покупку. Немногое другое на самом деле. За корректной работой всех этих устройств мы, обмотавшись чековой лентой, не устану их едим. Еще одно устройство, без которого невозможно представить себе продажа в магазине, это терминал динамичной оплаты. Здесь нам пришлось столкнуться с необходимостью работать с настоящими деньгами и тестовыми банковскими считами. Вообще, в течение недели тестирования продать товаров на 60 рублей, а потом за день до бухгалтерской отчетности распроводить около сотника вечных микротрансакций. Это любимое дело наших тестировщиков. Кроме того, основная задача протестирования с терминалом безначительной оплаты – это проверка, прошла оплата собственная или нет. Списались деньги или они остались у вас на карте. Здесь нас поджидают множество ошибок, таких как обрыв связи между терминалом и карцей во время оплаты карты. Нужно проверять, ну что где-нибудь писать. Кроме того, терминал работает со многими методами вычитывания карты. Карту можно вставлять, можно проводить ее по магнитной ленте и можно прикладывать к экрану. Но и при этом оплата должна проходить корректно. Вообще в нашем зоопарке не так уж много терминалов, всего две модели. Однако тестирование с ними становится максимально приближенным к реальности и интересным. Ну и иногда немного затратным. В нашем зоопарке всего где-то вот столько различных устройств. Это принтеры, чеков, денежные ящики, виски, терминалы без наличной оплаты, сканеры и многое другое. Естественно, что тестировать связь карты с каждым из них в каждом обновлении нереально. Чтобы не впадать в депрессию и не проводить тестирование одного обновления в течение месяца, нам приходится применять жгучую смесь из комбинаторики, статистики, как по прошлым наклонным багам, так и по самым популярным пользователям моделям. И, конечно же, здравого смысла. Автоматизировать тестирование интеграции с приказом жилетом довольно сложно, особенно учитывая такие интересные инциденты, как забытая в приемнике карт карта или оборвавшаяся чековая вента. Некоторые из этих инцидентов можно повторить в прошлое, только разобрав устройство полностью. Так, допустим, обручение с фискальным накопителем можно воспроизвести, только сняв крышку с притер-чеков и, собственно, отсоединить с фискальным накопителем. Такое тестирование мы называем тестированием созвездки. Еще одна важная цель нашего тестирования кассы – это созведение требований цветонодательства. Вообще в России с 2016 года профилактирование должно получать все данные о продаже крепкого алкоголя, а именно марки с четырех бутылок при продаже. Марта – это уникальный идентификатор бутылки. Она выдается в срарах, клеится на бутылку и сделает ее самостоятельно довольно сложно, что, впрочем, логично. Поэтому для тестирования продажи крепкого алкоголя на наших кассах нам пришлось обновестись некоторым тестовым студентам, он представлен на фотографии. В нем, естественно, содержатся как валидные, так и самопальные марки. А после того, как мы узнали, что бутылки с марками одного производителя, одного вида продукции, проданной в одном чеке, отправляются в EGA совсем по другим протоколам, чем, допустим, бутылки разных производителей в одном чеке, нам пришлось немного расширить этот тестовый стенд и его текущее состояние. И так, раньше, чтобы проверять то, как марки уходят в государственные органы, мы пользовались тестовым сервером своего EGA. Одна была накладывала ряд ограничений, а именно невозможность продать одну и ту же бутылку дважды. Это сильно удаляло за нашей печенью и сделало тестовый тест каждый раз больше и больше. От смерти печени нас смотрели разработчики и запилили фейковый EGA, который эти ограничения снимает. И теперь мы можем воспроизводить практически любой сценарий предпродажа кирпичного труда. Еще один государственный орган, который желает получать данные о продаже, это Федеральная налоговая служба. Как уже говорил Вима, с июля прошлого года все данные из чека, это должно быть довольно большой пункт кредитов, должны отправляться через оператор официальных данных в ФНС. Для этого на каждый пункт чека ставится вот такое устройство – фискальный накопитель. Он шифрует данные из чека и отправляет их операторам фискальных данных. Каждый фискальный накопитель выдается конкретной организации и в него зашивается информация об этой организации. Естественно, нам не очень хотелось получить налоги с тестовых продаж, поэтому мы пользуемся тестовыми фискальными накопителями и тестовыми серверами ОФД. Однако даже это не спасает нас от некоторых ограничений. В фискальном накопителе одноразно записана информация об организации. Это сильно ограничивает тестовые случаи, которые мы можем их произвести. Для начала мы страдали, а потом нашли принтер чеков, на котором можно стереть данные об организации и перезаписать их заново. Теперь мы можем проверять, как данные из чека уходят в ОФД в зависимости от разных характеристик организации, допустим, от системы налогообложения. Ну, как вы, наверное, поняли, тестирование кассы – это аналогранный процесс, который полностью исключает рутину и повторяющиеся действия. Скучать, тысячу раз делать одно и то же не придется. Каждый день будет что-нибудь новенькое. Сегодня вы будете тестировать адрес интеграции с ОФД, завтра будете разглядывать интерфейс, а после завтра вы пытаетесь найти багги при взаимодействии с новым жилетом. Вам придется прокачать свои навыки тестировщика, отлавливать незабываемые баги, но этот взор будет в прекрасной детальной форме. Итак, когда узнаешь что-то новое и входишь в какую-то отрасль, постоянно появляются проблемы. И у нас они тоже были. Сейчас мы расскажем об этих проблемах и о том, как мы попытались их решить. Первая проблема – удаленная команда разработки. И вообще это целая комплексная проблема, состоящая из трех подпроблем. Первая подпроблема – то, что все люди сидят в разных трехчасовых поясах. И когда разработчики из Барнула приходят на работу, разработчик из Оренбурга еще сладко спит. Ситуация, кстати, и наоборот работает. Вторая подпроблема, которая вытекает отсюда, заключается в том, что тестировщики – мы сидим в Екатеринбурге, а разработчики – во всех остальных городах. И практически невозможно показать им баг, воспроизвести. Если бы они сидели рядом, можно было бы сказать – так, подойди сюда, смотри, что ты тут сделал, что ты тут сделал. Мы не можем так сделать. Поэтому мы записываем видео, даем расшаренный удаленный доступ, и им приходится покрупиться в каких-то логах и так далее, понимать, что же прошло не так. И третья проблема – она вытекает из второй. Из-за того, что они от нас далеко, а основное подразделение команды находится в Екатеринбурге, и основная масса периферийных устройств тоже находится в Екатеринбурге, у этих ребят не так много периферийных устройств, и очень бесит фраза, когда ты говоришь – вот баг, он воспроизводится, а тебе отвечают – а на нашем устройстве не воспроизводится. Пока мы не знаем, что с этим сделать, может быть, вы работаете с кем-то удаленно и знаете, посоветуйте, мы будем рады. Вторая проблема – настройка кассового ПО. Каждый новый принтер имеет свою систему драйверов, свои правила установки и такое ощущение, что даже свой характер. Потому что, когда устанавливаешь принтер, казалось бы, ну, три раза далее нажал, выбрал папку, куда установить, все должно заработать, ничего подобного. Мы устанавливали принтеры от 4 часов до нескольких дней и поняли, что это абсолютно не оптимальная трата ресурсотестировщика и запилили сервис диагностики, который определяет, какая у вас система, вы выбираете только какой принтер хотите поставить, а дальше он скачивает самый последний, устанавливает на ваше устройство, прописывает порты, делает всякую сложную работу и в 90% случаев все работает. Ну а 10% приходится разбирать, писать разработчикам, внедренцам, читать форумы по каким-то неведомым ошибкам. Ну, мы пока тоже осталось. Да ладно, ничего себе. Не, не правда. Следующая проблема – это прошивки. На слайде Таня показывала, что у некоторых устройств есть разные прошивки. Чтобы обновить устройство до последней прошивки, нужно его разобрать, внутренними тумблерами выставить определенное положение, заново собрать системными кнопками, выбрать режим обновления прошивки. Слушайте, это довольно сложно звучит, а на деле это еще сложнее. А когда устройств около 20, то и вовсе запомнить сложно. Поэтому мы наняли специального человека, который с этим знаком. И с тех пор у тестировщиков вообще нет такой проблемы. Он сам что-то разбирает. Вот его стол. У него постоянно новые устройства. И мы уже получаем готовый, физкализированный, хороший рабочий принтер. Это здорово упростило нашу жизнь. И третья проблема – это тестовая ферма. Поднимите руку, кто-нибудь занимается мобилками? Устройства нужно хранить, за ними нужно следить. Кто-то их ворует. У нас кассы. Они, в общем-то, никому не нужны. Но они стоят довольно дорого, и их можно куда-нибудь продать. Но, в целом, основная проблема – это наличие кучи проводов. Дело в том, что в кассу подключаются два провода. Один к компьютеру, другой к сети. И разъемы, сами типы разъемов одинаковые, а напряжение на кассу подается разное. И мы сталкивались несколько раз, когда подавали более высокое напряжение на кассу, и она пищала, говорила, что ей не нравится. В общем, мы не знали, что с этим делать. И дали все права нашему железному Олегу, который разбирается. И он организовал тестовый стенд, запилил форму на Вики, проводит инвентаризацию. И мы периодически, не дайте периодически, мы постоянно, чтобы взять устройство, должны написать на Вики, потом подойти к Олегу, он должен выдать устройство и также принять. С тех пор в нашем тестовом стенде полный порядок. А сейчас Таня расскажет о багах, которые мы находили в работе. Итак, немного о листах, с которыми сталкиваются разработчики кассового ПО, и о багах, с которыми мы походили. Вообще, как вы, наверное, поняли, касса – это не просто ПО, это интеграция с ключей декоративных органов и довольно большим полом. Для корректной работы это все должно быть единым в целом. Мы не можем поставить пользоваться. Знаешь, сегодня в РФКД они в принтер-чапах не работают, но вот работает форминал бездаличной оплаты, и скажем, что при чатах. Нет. В этом случае кассирование или потерять своих покупателей, или инвести на штраф от контролирующих органов. Мы постараемся. Мы заканчиваем. Здесь, а какие баги мы сталкивались, и какой отклик на них получали. Я расположила баги по степени возрастания пользователей с компанией. И меньше всего наши пользователи тревожатся из-за инцидентов на при кассовом железе. Вообще, с самого начала знать, как ведет себя то или иное устройство в случае каких-либо ошибок невозможно. Естественно, за время работы с кассами накопили довольно большой обработки таких ошибок. И что-нибудь вроде оправа чековой ленты или ошибки про бросок бортов нас уже не смущает. Однако, пользователи это неисчерпаемый источник таких багов, и время для меня не потаскивают нам что-нибудь новенькое. Еще чуть больше выключения вызывают ошибки ввода данных. Вообще, польза товара на кассе, сканирования штрих-хода или марки – это один из основных сценариев работы кассира. Если все это будет работать медленно или нестабильно, то просто кассируй за это не покупатели. Это довольно плохо. Однажды поймав такие баги, мы их больше не допускаем. Чуть меньше нравится нашим пользователям ситуация, когда устройство вовсе не подключается. Как уже говорил Дима, хоть мы и тестируем напряжение на изливых входах на устройство, иногда мы все-таки пытаемся как-нибудь сократить себе работу. И в одно из таких сокращений мы пропустили возможность работать с весами на нескольких моделях наших терминалов. С тех пор тестируем полностью. Удивительно, но больше, чем реальные баги, наших пользователей смущает какое-нибудь отклонение от стандартных сценариев работы. Так, допустим, когда мы переезжали на новый сертификат, мы получили более 3000 звонков в техподдержку от пользователей с вопросом, что делать, когда они во время открытия смены видели большую зеленую кнопку «Да, я согласен». кассирую. В этот день кассиры, с утра придя на работу, вместо ставшего им привычным интерфейса открытия смены, увидели требование срочно переставить полок. Естественно, кассиры самостоятельно это сделать не могли, и в итоге на два дня в четверти выгодных России встали в продажу полностью. Вы можете представить себе улыбки. Как жить с такими багами? Как вообще не сидеть при обновлении? Как не переживать? Что делать? Во-первых, мы проводим изобидительные исследования, смотрим, как наши пользователи реагируют на наши передовые идеи. Мы, естественно, проводим тщательные ручные тестирования. У нас каждое обновление сначала катится как необязательное, для того, чтобы поймать баги на небольшом количестве пользователей и дать им возможность откатиться в более стабильной версии. Если баги прокладываются в обязательное обновление, то у нас есть длительная техподдержка, которая в любое время дня и ночи помогает пользователям. И есть дружелюбные разработчики, которые готовы катить какие-нибудь локальные небольшие фиксы для конкретных пользователей. Ну и если мы понимаем, что проблема заключается не в косо, а в каком-нибудь железе, то у нас есть сервисные центры, которые для того, чтобы пользователи не останавливались в продаже, готовы обвинять сломавшееся устройство на здоровое на время лечения. Ну и переходим к выводам. Поднимите руку… А теперь включил. Поднимите руку те, кто занимаются тестированием веба. Много. А может кто-то занимается тестированием дисктопа? Ну поменьше. А может кто-то занимается тестированием CAS? Вот. Их еще меньше. Удивительно, но это классная, большая и интересная область, и о ней почему-то знают мало, и народу в этой области тоже мало. А ведь занимаясь тестированием CAS, зачастую встречаешь нетривиальные сценарии. Например, как часто и вы когда-нибудь оборачивали то, что вы тестируете в одеяло. Я думаю, нет. Помимо скиллов тестировщика, по неволе приходится прокачиваться еще и в аналитике, потому что приходится изучать законодательство, приходится изучать смежные области, с которыми интегрирована CAS. И зачастую продумывать, как лучше протестировать и как это сделать оптимальнее, потому что CAS – это как живой организм. Тут нужно быть серьезным. Ну, как вы поняли, в истории со штрихом какие-то незначительные недоработки, как за хардкоженное одно поле, могут привести к миллиардным убыткам. И тестируя CAS, нужно быть очень внимательным, потому что если ты что-то пропустишь и даже не заметишь, пользователи заметят, пользователи сообщат, и горячо будет всем. Ну и CAS дают прикладные знания. Однажды вечером я сидел в баре, отдыхал, видел бедного бармена, который не смог закрыть смену и выдать чек покупателю. Он ничего не смог сделать, а я подошел к нему, вместе с ним разобрались, закрыли смену, он мне выдал бокал пива и кириешки. Мы хорошо просидели и провели время. У меня есть несколько похожих историй, когда я помогала в выведении кассиров. В дальнейшем выявили пропичие квадрата. Так что CAS — это интересно. Ну и мы закончили. Если у вас есть вопросы, задавайте. А после этого мы пойдем еще в партнг, и приходите к нам, можете потыкать с нашей CAS что-нибудь. Спасибо, интересно. Вопрос по автоматизации кассирования. Если про терминал говорить и карты, вы это руками тестируете? Или придумали как-то автоматизировать? Нет, мы никак это не придумали автоматизировать. А терминальные софты у вас в этом? Нет, терминалы все от фирмы Ingenico. Это периферийное устройство, которое мы берем и интегрируем с нашей кассой. То есть это всесторонняя компания, которая что-то делает. Все железо, которое вы видели, это делаем не мы. Мы делаем софт и интеграцию с этим железом. А сверху между кассой и терминалом по транзакторам вы производите как-то и вентиляцию, контролируете? Мы проверяем. Мы проверяем, которые мы еще отзывали. Мы проверяем. Мы проверяем. Мы проверяем. Спасибо за доклад. Тестируйте как-то перформанс. Как-то определяешь указы, а подтормаживаешь или не подтормаживаешь. Это под каким-то идеями. То есть на глазок. Так вот, сначала с чего это все началось. Тестирование производительности. Мы заметили, что на некоторых наших кассах просто не открывается приложение. И подумали, ну что случилось? Вот вчера было одно обновление, сегодня другое. И решили посмотреть. Открыли ничего лучше, чем диспетчер устройств. Мы не нашли. Да, собственно, и не искали. Нам было достаточно для того, чтобы показать разработчику. Вот посмотри. Значит, на прошлой версии загрузка оперативной памяти была вот такая. И процессора была вот такая. На этой вот такая. Что ты сделал? Давай исправляй. Собственно, это, скажем так, еще одна штука, с помощью которой мы можем стимулировать разработчиков писать качественный код. А у нас есть свои инженерные психологи, которые ездят. Мы, кстати, я лично ездил к пользователю и смотрел, как он пользуется с нашей кассы. Просто уму непостижимо. Вот серьезно. Большая зеленая кнопка, на которой написано, ок, я согласен. Все написано. Вот наши проектировщики, люди, которые пытаются выверить интерфейс и все сделать максимально удобным, пользователь это не видит. Юзабилити тестирования, оно просто по-другому открывает для тебя тестирование чего бы ты ни делал. Потому что ты думаешь, вот все же понятно, все просто, а пользователь вообще не видит. Он, мне кажется, смотрит не на экран, а в бок. Ну, возможно, это у всех все по-своему. Так, еще вопрос. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. У меня у меня бобров, сколько километров человеком у меня растет? Это хороший вопрос. Потому что за одно тестирование, вот полноценное тестирование урабатывается одна… Я думаю, что километров 10 лично я намотал на себя. Потому что, когда тестируешь, ну, с этой штукой очень удобно лежать, например, на диване и что-то делать. И чек-эвалент вылазит на тебя, вылазит, ну, ты куда-нибудь тебя спускаешь вниз, вниз, вниз. В общем, очень много. И зачастую после рабочего дня я прибираю свое рабочее место вот так вот, собирая все чеки, которые просто есть и выбрасывая их в мусор. Это, ну, иногда кажется, что не гуманно по отношению к природе, но гуманно по отношению к пользователям. А еще один вопрос есть. У меня самая больная задача – это возврат товара. Почему? Это, кстати, очень хороший вопрос. Я сам не знаю. У нас на кассе возврат – огромная красная кнопка. И когда я приходил на юзабилити тестирование и спрашивал, как бы вы сделали возврат товара? Они смотрели, касса интерфейс ее синенький и красная кнопка. Они не видели. Они смотрели куда-то туда и вообще не понимали. Я не знаю, почему для них такая проблема. Операция банальная. Не знаю. Но это реально моя личная даже боль. Куда эту кнопку вывести? Может быть, просто там, где мы расплачиваемся. Не знаю. Это действительно большая проблема. Здравствуйте. Большое спасибо за веселый класс. Очень большое удовольствие. Такой вопрос. В начале работы вы сказали, что работаете в основном клиентами малого бизнеса. Как вы планируете выходить на большой бизнес? Планируете ли? И есть ли планы выходить на другие страны? Например, на ту же Беларусь? Как тестировщик, а также владелец продукта, генеральный директор компании. Я не думаю, что мы будем выходить на рынки других стран и большие сети. Мы заняли свою нишу и в этой нише развиваемся. Да. На самом деле, крупные сети как бы поделили вот этими двумя основными производителями. А законы сейчас стимулируют еще и мелкую розницу. Тоже все делать по законам. Отправлять все данные в контролирующие органы и все такое. Поэтому наши огромные ниши все-таки до мелкая розница. Ну, во-первых, потому что наша касса бесплатная. А у этих товарищей трех, они денег стоят. А вот еще, по поводу того, что там произошло под одеялом, под одеялом? Ну, я могу рассказать, что происходит под одеялом. Там было горячо. На самом деле, касса хорошо работала. И выключилась где-то минут через сорок. Ну, там не было притока кислорода. Какой-то, знаете, такой кокон, такой хинкаль из одеяла и кассы. Мы так поглядывали, так в глазик. Работает. Выключилась через сорок минут. Немножко подостыло. Сразу включать не стали. Мало ли что. Потом включилась. Работает как миленькая. Вот так вот. Я бы не смог столько просидеть под одеялом. А касса смогла. А есть какая-то интеграция с какой-то базой товаров? Какая-то интеграция с какой-то базой товаров. Действительно есть, да. Ну что, мне расскажите о том вопросе. Как мы рассказывали, есть бэкопис, в котором хранится как раз два товара, в котором с ней удобно работать и с которого данные передвигаются кассы. И там, ну, собственно, вот практически все товары, вот если берешь сканер, сканируешь это прекрасное пиво холодное, вот, то можно найти его и передать на кассу, не заводя его руками. Там, да. А у нас все просто. У нас есть зарплатная карточка и мобильный банк. И мы четко видим, списали денежку или нет. Нет, мы не поняли. То есть операция замораживания денег, у нас такая судьба что-то идет о продаже. Нет, то есть проходит оплата, да. То есть средства, как бы, в системе где-то холодятся, но у меня на карточке они остаются и списываются там в течение трех дней, когда проходит полное списание, например, в городе именно банка. Вот как в таких случаях отлавливаются какие-то ошибки? Наверное, по моему улицу видно, что у нас такого не было, так что никак не отлавливаются. А, возможно. Да, да, да. Погнали. У нас есть Гринас. Спасибо за доклады отдельно. Наверное, лучше для меня и все это слышно. Вопрос про диакцизм и маркетинг, которые называются, которые на алкоголе. В чем ситрость? Почему надо было закупать именно бутылок? Ну, я понял, там есть QR-код, который надо сканировать. В чем проблема встречаться с такой же QR-код или там повесить фото, чем… Нюанс-то в том, что каждая бутылка… Или, Таня, ответишь ты, давай, потому что у меня какой-то бенефис. Ну, в общем, можно самостоятельно генерировать этот QR-код или вы имеете в виду фотографию делать? Сфотографировать на полке. Ну… Если мы будем сканировать фотографии, какие-нибудь скачанные из интернета, это, конечно, можно делать. Но уверенность в том, что ты не получишь тут же ошибку о том, что бутылка уже продана, нет никакой. Ну, еще, во-первых, когда есть какая-то карточка, бумажка, то… и такие бумажки склонны теряться. А вот такой тестовый стенд, его сложно потерять, невозможно забыть, ну… и так далее. Да. У нас и разные, и круглые, и плоские, и маленькие, большие. Ну, что ж, всем спасибо за вопросы. Лучший… Лучший вопрос, да. Значит, мне очень понравился вопрос про акцийную марку, это вообще бомба. И еще… Ты можешь… А, у меня даже две карточки. У каждого по две? Нет. У тебя одна, у нее одна, из-за доклада одна. А, из-за доклада одна. Вы можете свои майки отдать. Ага. Майка вот такая, да. То есть, посмотрите, нужна она вам.